Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Балашова Анастасия Владимировна. Я врач-индокринолог и научный сотрудник Российского генетологического научно-клинического центра. И сегодня мне хотелось бы познакомить вас с нашим проектом, который называется «Школа для медицинских сестер. Поведение у пожилых людей с сахарным диабетом». Но перед тем, как мы перейдем к рассмотрению общих диабетологических понятий, которые нужны каждому медицинскому работнику, который сталкивается с пациентами с диабетом, мне хотелось бы немножко рассказать о том, как родился наш проект. В нашем центре генетологическом это многопрофильное учреждение. И совершенно очевидно, что медсестры, которые работают в различных подразделениях, обладают хорошей общей подготовкой ввиду определенного характера пациентов. Они очень хорошо владеются навыками гератвической помощи, а вот специальной эндокринологической подготовки у них нет. Это достаточно очевидно. С одной стороны, с другой стороны, по нашим наблюдениям, где-то треть, половина наших пациентов имеет сахарный диабет как сопутствующее заболевание. И, конечно же, такие люди требуют определенного навыка в взаимодействии с ними, требуют определенных знаний. В то же время в российском информационном поле каких-то четких инструкций для медицинских сестер до недавнего времени по ведению пациентов с диабетом пожилого возраста в общем целом не было. И вот с гордостью могу сказать, что коллектив наших сотрудников написал специальный сестринский протокол, посвященный профилактике осложнений сахарного диабета у лиц пожилого и старческого возраста. Этот документ ориентирует в первую очередь на медицинских сестер стационарного звена, то есть тех, кто ведет пациентов в отделение. Этот протокол был опубликован в прошлом году в российском журнале геориатрической медицины. Вы можете зайти на сайт и более подробно с ним ознакомиться. Мы постарались сделать его максимально живым, включить в него понятные алгоритмы, наглядные картинки. И все же, несмотря на все наши усилия, достаточно быстро стало понятно, что одного ознакомления с сестринским протоколом для того, чтобы освоить особенности работы с пациентами диабетологического профиля, мало. Поэтому летом мы в нашем центре провели цикл, очный модуль, который прошли, наверное, две трети наших медсестер. В течение трех недель мы проводили занятия, а потом был небольшой экзамен, чтобы мы для себя сделали вывод, какие темы усваиваются лучше, какие хуже. И тем не менее даже те люди, которые прошли обучение, все равно эти знания имеют свойство выветриваться. Кроме того, опять-таки, не все наши медсестры успели пройти курс. И поэтому мы решили, что нам пора выходить на другой уровень и записать онлайн-школу, что также даст возможность сотрудникам других учреждений познакомиться, как мы надеемся, с полезным материалом, с нашим опытом. Итак, сегодня я предлагаю нам с вами обсудить, что же такое сахарный диабет, почему он развивается, почему его обязательно нужно лечить, и какими осложнениями он чреват, если этого не делать, какие цели лечения мы перед собой ставим, работая с пациентами с диабетом. Разберем особенности чечения диабета именно у пожилых людей и в завершение обсудим базовые рекомендации по образу жизни именно для пожилых людей. Как вы, надеюсь, знаете, сахарный диабет – это не одно заболевание, а целая группа хронических метаболических заболеваний. Их объединяет одна общая черта – повышение сахара крови. Вы наверняка слышали, что есть диабет первого типа, второго типа, другие типы диабетов, которые развиваются, например, на фоне лечения рядом препаратов, например, глюкортикостероидами. И, соответственно, поскольку это разные заболевания, причины у них могут быть различные, подходы к лечению также будут различаться. Соответственно, мы понимаем, что у людей пожилого возраста чаще всего встречается сахарный диабет второго типа, но даже это знание не сильно облегчает работу с ними, потому что протекать он может очень по-разному. Все вот эти люди пожилого возраста с диабетом второго типа, они тоже все между собой очень разные. В то же время я вас призываю не обобщать слишком сильно, не делать избыточных обобщений. Если перед вами пожилой человек, и у него есть диабет, это не исключает возможности, что у него первый тип диабета. Давайте, поскольку сахарный диабет второго типа – это все-таки основной тип диабета для пожилых, поподробнее остановимся на нем. Чтобы понимать масштаб проблемы, по зарубежным данным, где-то каждый четвертый человек старше 65 лет имеет диагноз сахарный диабет. По данным нашего российского федерального регистра, из всех людей с диабетом больше половины – это люди пожилого возраста. И, как мы видим, действительно в списке факторов риска, возраст – это один из немодифицируемых факторов, из тех, на которых мы не можем повлиять. Какие еще факторы риска мы должны иметь в виду, говоря о втором типе диабета? Это наличие диабета в семье. Это будет работать как в одну, так и в другую сторону. То есть, если перед вами пожилой человек с сахарным диабетом, и вы, например, работаете и с его детьми, то нужно помнить, что где-то 50% риск для ребенка, если у одного из родителей есть сахарный диабет второго типа. Важно, конечно, понимать, что это наследуется не один конкретный ген, который говорит, что ага, 50 на 50 будет или не будет диабет у человека. Скорее наследуется группа генов, которая определяет и метаболические процессы, и в какой-то степени мы наследуем, безусловно, образ питания, образ физической активности и больше наследуемости поведенческих особенностей. Такой высокий процент перехода диабета из-за поколения в поколение. Соответственно, самыми важными факторами риска, на которые мы можем повлиять, модифицируемыми факторами риска являются образ питания и физическая активность. Соответственно, если человек неправильно питается и мало двигается, у него формируется избыточная масса тела, и вот это вообще основной фактор риска для развития сахарного диабета второго типа. Более того, чаще всего сахарный диабет второго типа развивается не на пустом месте. Соответственно, после формирования избытка массы тела развивается фаза предиабета, то есть умеренного повышения сахара это еще не диабет, но уже и не норма. И у таких людей, если они не предпринимают ничего со своим образом жизни, шанс на развитие диабета возрастает. Кроме того, такие состояния, как артериальная гипертензия, нарушение липидного обмена и сердечно-сосудистые заболевания, очень часто ходят рукообраку с диабетом второго типа. Соответственно, если вы медсестра кардиологического или терапевтического отделения, и у вас пациент лежит с артериальной гипертензией после инфаркта, и у него высокий холестерин, с очень высокой долей вероятности у него будет еще и диабет второго типа. Соответственно, если попытаться наглядно изобразить, почему развивается сахарный диабет второго типа, в частности у пожилых людей, то мы видим условно фактор возраста, который спроводится замедлением метаболических процессов, то есть он уже накреняет чашу весов в одну сторону. С возрастом люди чаще всего едят столько же или ввиду ряда особенностей могут есть даже больше, чем они ели в среднем пожилом возрасте, в среднем возрасте. При этом двигаются обычно меньше. И, соответственно, весы у нас скатываются в сторону набора массы тела. Когда движения становятся меньше, мышцы не захватывают сахар, лишний сахар остается в крови, и постепенно через фазу предиабета формируется сахарный диабет второго типа. Очень часто мы сталкиваемся с такой проблемой, что у пациента, не чувствуя сахара в крови, учитывая, что до определенных значений сахар в крови не ощущается, пациенты не очень понимают, почему же они должны лечиться. Наша с вами задача – с ними это проговаривать. Сахарный диабет – это очень опасное заболевание. Опасность его заключается в этой обманчивой тихости, если можно так сказать. Когда мы начинаем лечить человека, если мы все делаем хорошо, то у него нормализуются сахара. Однако, если происходят какие-то ошибки в лечении с нашей стороны или со стороны пациента, это может спровоцировать падение сахара ниже нулормы. Это состояние называется гипогликемия. И вслед за снижением сахара может развиться гипогликемическая кома. Это, пожалуй, одно из наиболее жизнеугрожающих состояний, характерных для диабета, не только второго, но и первого типа, требующий незамедлительного вмешательства. Соответственно, подробнее мы про острые осложнения поговорим в отдельном модуле. С другой стороны, как низкий сахар – это плохо, так и длительно существующий высокий сахар – гипергликемия. Это тоже плохо. Эти состояния могут проводить к трем различным подразновидностям коматозных состояний. Это кетоцидоз, это лактатоцидоз, это гипергликемическое, гиперосмолярное состояние. Вам не нужно в них углубляться и разбираться. Но высокая гипергликемия, которая длится долго, то есть если человек месяцами не лечит свой диабет, это тоже дорога к тому, чтобы впасть в острое гипергликемия. Кроме того, сахар делает свою тихую, опасную работу. Заключается она в том, что высокий сахар, плавая в крови, постепенно приводит к засахариванию сосудов. В первую очередь это засахаривание происходит в мелких сосудах сетчатки. Отсюда развивается осложнение ретинопатия, которое чревато отслойкой сетчатки, кровоизлиянием в сетчатку и потерей зрения. И второй орган, который полностью состоит из этих мелких сосудов, это почка. Соответственно, засахариваясь сосуды почки, теряют свою функцию и не могут нормально фильтровать кровь. Функция почки нарушается. И мы знаем, что диабет – это заболевание номер один, которое приводит людей к диализу, к аппарату, который вместо почек чистит кровь. Кроме того, вот эти маленькие сосудики питают нервное волокно, которое во всех частях нашего тела пронизывает и проявляет работой мышечной ткани. Соответственно, если засахариваются мелкие сосуды нервных волокон, волокон называется нейропатия. Это тоже неприятное состояние. Пациенты могут описывать как покалывание в ногах, судороги, даже болевая форма нейропатии есть, как пациенты мучаются болью по непонятным для них причинам. Кроме того, сахар в крови вместе с холестерином и повышенным артериальным давлением может очень значимо влиять на сосудистую стенку и приводить к формированию так называемых атеросклеротических бляшек. Если эти бляшки формируются в сосудах сердца, то постепенно нарушается его питание, формируется сердечная недостаточность, человеку трудно справляться с походом в магазин, формируется дышка и так далее. Если на эту бляшку садится трон, формируется инфаркт миокарда, это острое состояние, жизнеугрожающее также. Если эти бляшки формируются в сосудах, которые питают наш головной мозг, то постепенно снижается память, может нарушаться походка, звон в ушах, то есть те симптомы, которые часто описывают наши пожилые пациенты. Если же в этих сосудах, в брахиоцефальных артериях, селтронг развивается острое нарушение мозгового кровообращения или инсульт, который также значимо или ухудшает качество жизни или вообще представляет серьезную угрозу для жизни пациента. Ну и, наконец, крупные артерии питают наши нижние конечности. Соответственно, если бляшка формируется в них, развивается так называемый синдром перемежающейся хромоты, пациенты не могут пройти больше 25-50 метров и вместе с нейропатией нижней конечности могут участвовать в образовании синдрома диабетической стопы. Мы о нем тоже отдельно потом подробнее поговорим. Но даже вот этими острыми и поздними осложнениями проблемы от диабета для здоровья не ограничиваются. О чем мы еще должны обязательно помнить. Особенно медсестры стационарных отделений о том, что сахарный диабет особенно некомпенсированный, когда сахара высокие, повышает риск инфекционных заболеваний, а именно грибковых, бактериальных и даже вирусных инфекций. Очень часто мы видим, что пациенты, поступающие в, например, хирургическое отделение по поводу какого-то другого состояния в процессе лечения у них или развивается пневмония из того, что они долго лежат, или, например, грибковая инфекция мочевыводящих путей, потому что сахар сбрасывается с мочой, в моче много сахара. Грибы очень это любят и активно себя ведут, приводя к инфекционному состоянию. Соответственно, немаловажная проблема. Уже было неоднократно доказано, что у людей с диабетом, у тех, кто не достигает целевых значений сахара, выше риск многих онкологических заболеваний. Это и рак молочной железы, и рак толстой кишки. И очень важный компонент, который, к сожалению, мы иногда недооцениваем, это то, что сахарный диабет, будучи хроническим заболеванием, будучи серьезной угрозой для здоровья, требующей назначения иногда инъекционной терапии, например, инсулина. Это, в общем-то, серьезное психологическое бремя, как для самих пациентов, так и для их родственников. И здесь очень важно, помните, моя такая прям персональная, наверное, просьба к вам, не забывать каждый раз, общаясь с пациентом, что то, как мы говорим о диабете, какие мы используем слова, очень часто формируют отношение пациента к своей болезни. Очень часто мы слышим «посадили на инсулин», «отрезали ногу», вот такие очень с негативной коннотацией обороты, которые приводят у ряда пациентов к запугиванию, к повышению тревожности. А у некоторых защитные механизмы работают наоборот, и они, наоборот, убегают от своей проблемы, да, и ее пытаются игнорировать. Поэтому, если вы видите, что перед вами пациент, который, да, проявляет симптомы каких-то эмоциональных нарушений, проявите к нему внимания чуть больше, да, обратите внимание доктора, возможно, пациенту нужна и психологическая помощь тоже. Так, надеюсь, что я убедила вас, что для профилактики осложнений, безусловно, лечить диабет нам нужно. Обычно на научных занятиях с пациентами или с медсестрами я спрашиваю, а можно ли вылечить диабет? Ну, тут, понятное дело, к сожалению, наш формат не подразумевает форму диалога, поэтому сразу оговорюсь, что в ряде случаев мы говорим о том, что у молодых пациентов, у которых только-только выявили диабет, у которых относительно легко он протекает, которые замотивированы на изменение образа жизни, они похудели, они каждый день вышагивают свои 10 тысяч шагов и соблюдают все рекомендации по питанию. Нам удается достичь таких значений сахара, похожих на значения у здоровых людей без какой-либо даже медикаментозной терапии, и, в общем-то, в этих случаях мы говорим о том, что диабет ушел в ремиссию, то есть мы диагноз, конечно, не снимаем, чтобы у пациента сохранялась мотивация на то, чтобы поддерживать этот образ жизни, в который он уже вошел, но для себя понимаем, что, в общем и целом, на текущий момент это заболевание как бы под контролем образа жизни. В то же время для пожилых людей мы никогда не рекомендуем резко менять образ жизни, и в связи с этим о ремиссии диабета, в общем и целом, мы говорить не будем, мы будем говорить о компенсации. И, безусловно, чтобы лечить какое-либо заболевание, мы должны понимать, каких целей мы в этом лечении должны достичь. И самое главное для каждого человека с диабетом это достичь таких целевых значений сахара крови, которые, с одной стороны, будут для него безопасны, да, с точки зрения низкого сахара, то есть он не будет сваливаться в низкие значения, а с другой стороны, его сосуды не будут засахариваться. И, да, вот это вот равновесие иногда бывает найти не очень просто, и в этом нам помогают алгоритмы ведения пациентов с сахарным диабетом, да, которые обновляются практически каждый год, и они тоже в общем доступе, с ними можно познакомиться. И что же нам говорят алгоритмы ведения пациентов с сахарным диабетом, что пожилых людей, функционально независимых, да, которые полностью обеспечивают себя сами, у которых нет никаких сердечно-сосудистых заболеваний серьезных, то есть не было ни инфарктов, ни инсультов, у которых нет риска тяжелой гипогликемии, мы должны придерживаться сахаров натощак до 7,5 и через 2 часа до 10. В то же время, если у человека даже функционально независимого был инфаркт, инсульт, или тяжелое гипогликемическое состояние, которое, да, он не смог вовремя распознать, или если у него уже есть признаки функциональной зависимости, для таких пациентов мы выбираем более мягкие значения сахара, да, это глюкоза до 8 натощак, до 11, через 2 часа после еды. Соответственно, чем более тяжелый перед нами пациент, тем более мягкие значения, целевых значений сахара крови мы выставляем. Если перед вами пациент уже с деменцией, или очень ослабленный, да, с проявлением исторической астении, то сахар натощак у него должен быть до 8 с половиной, через 2 часа после еды до 12. И, наконец, если перед вами пациент, например, онкологического профиля, да, с множественными метастазами, и, да, уже на терминальном этапе жизни, да, или по каким-то иным причинам ожидаемая продолжительность жизни не превышает полгода, то таким пациентам наши рекомендации вообще упрощаются до того, чтобы избегать гипогликемических состояний и гипергликемии, которые проявляются симптомами, обычно это выше 10 миллимоль, да, то есть пока человек не жалуется на сухость во рту и учащенное мочеиспускание, да, и сахара там 10-12, это вполне допустимая история для вот таких терминальных пациентов. почему мы наблюдаем такое, да, смягчение критериев к целевым значениям сахара по мере утяжеления пациентов, потому что мы боимся гипогликемии, да, это вообще вот правило, основное, что вы должны вынести из нашего курса, что гипогликемия для пожилых пациентов, особенно ослабленных, страшнее, чем умеренная гипергликемия, и поэтому я вас призываю не забывать вот эту табличку, в нее всегда можно заглянуть, да, если, да, не на нашем сайте, то в алгоритмах ведения пациентов с сахарным диабетом, потому что, к сожалению, иногда мы сталкиваемся с тем, что даже некоторые врачи пишут нашим пациентам целевые значения сахара и уставляют фактически значения как у здоровых людей. Для пожилых людей это совершенно недопустимо, да, потому что даже самые мягкие таблетки могут спровоцировать гипогликемические состояния, которые несут серьезную угрозу для здоровья. Соответственно, чтобы достичь такой достаточно сложной цели, безусловно, нам нужна командная работа, да, то есть наша врачебная задача это подобрать правильно терапию и, в общем-то, донести, насколько это возможно, все рекомендации до пациента. Дальше, какой бы мы хорошую таблетку не подобрали, мы не узнаем, работает она или не работает, если пациент не контролирует сахар крови. Соответственно, да, самоконтроль это один из основных столпов в достижении целевых значений сахара крови. какие бы, да, не были волшебные таблетки, если пациент совершенно игнорирует рекомендации по питанию и физической активности, да, то есть как он лежал и лопал пончики, да, какие бы мы таблетки не давали, со временем все равно будет не хватать и сахара будут высокими. Поэтому, да, соответственно, с нашей стороны медицинская команда, да, мы назначаем лечение насколько возможно, включаемся в обучение пациента. Вы, наши дорогие медсестры, наши опоры и поддержка проводите иногда с пациентом больше времени, чем мы и, безусловно, вы также должны участвовать в обучении пациента, да, как в плане рассказов про приверженность к терапии, как в плане контроля, насколько правильно пациент контролирует сахар крови, как в плане оценки соблюдений рекомендаций по питанию, да, то есть ваш вклад неоценим, не стоит его недооценивать, помните это. Безусловно, семья и социальные работники, которые, да, помогают пациенту, это тоже важные члены команды, и иногда, да, если перед нами пациент с деменцией, например, учить нужно не самого пациента, а человека, который за ним ухаживает, тоже про это не забываем. и, конечно же, мы понимаем, что даже если мы подобрали идеальные таблетки, из-за аптеки их принес социальный работник, но пациент не хочет лечиться, то успеха в лечении не будет, да, поэтому сам пациент это тоже центральное звено, вот, и очень важно, чтобы у нас была слаженная, да, команда. Соответственно, помимо того, что мы подобрали лечение, рассказали, как себя контролировать, да, на фоне его проведения, очень важно донести до пациента, что если с ним случается что-то ургентное, да, какие-то ситуации, да, сахарокровью выходит и из-под нормальных значений это повод обратиться за помощью, и, конечно, для исключения поздних осложнений мы всегда расписываем определенный план обследования, который пациент должен придерживаться. Ну, и моя любимая, наверное, картинка, да, которая очень ярко отражает все трудности, с которыми сталкивается пожилой пациент, да, начну, наверное, вот с этого левого блока, потому что он, да, один из самых тяжелых, да, мы знаем, что для пожилых пациентов характерно снижение памяти, да, то есть когнитивные нарушения встречаются у пожилых пациентов очень часто, иногда они бывают транзиторные, то бишь временные, да, на фоне, например, того же самого декомпенсированного диабета, мы начали лечение, улучшился там уровень сахара, нормализовали давление и память стала лучше, такое тоже иногда бывает, вот, иногда это бывают необратимые состояния, да, иногда у нас бывают пациенты с деменцией, и важно помнить, что даже те пациенты, которые не предъявляют жалоб и не имеют результатов тестов, характерных для когнитивных нарушений, все-таки у многих с возрастом снижается скорость обучения, да, не сама способность к обучению, но скорость освоения нового материала, поэтому с пожилыми пациентами иногда приходится по нескольку раз повторять им одно и то же, да, для этого нужно определенное терпение, то есть на самом деле самое главное, что пожилого пациента нужно любить, чтобы его эффективно учить и лечить. Соответственно, очень важно понимать, что людей, у которых сахарный диабет является единственным заболеванием, ну, практически в нашей практике такого не бывает, то есть диабет это приложение к еще огромному букету других заболеваний, соответственно, пациент принимает, да, они сами это рассказывают, доктор, как же я и так пью гость препаратов, вы мне еще тут хотите два назначить по сахару, да, что же будет с моей печенью, моими почками, это в свою очередь, да, повод для тревожности и снижения настроения, да, чем больше препаратов, тем сложнее про них помнить, да, поэтому тоже не забываем, что иногда пациент что-то делает не так, не потому, что он не хочет делать правильно, а потому, что просто не очень, быть пациентом это серьезная работа, и он не всегда с этим может справляться. Кроме того, не забываем про элементы зависимости, как функциональные, так и материальные, да, то есть, ну, материальная, понятно, она иногда нас ограничивает в выборе, например, сахарознижающих препаратов, иногда она нас ограничивает в том, что не хватает тест-полосок, например, да, для контроля адекватного гликемии. В свою очередь, функциональная зависимость может нас ограничивать тоже в плане выбора лечения, а именно, если, например, у пациента выраженный тремор рук или очень невыраженное снижение зрения, и он сам себе не может делать инъекции, но при этом живет один, то, соответственно, назначить инсульную терапию мы ему не сможем, да, потому что наличие тремор рук и снижение зрения, да, очень нас будет в этом ограничивать. Кроме того, наши пожилые пациенты, да, изо всех вот этих пунктов вышеописанных очень часто испытывают тревожность, депрессию, они очень часто сталкиваются, к сожалению, с некомпетентной медицинской помощью, да, очень часто мы слышим, к сожалению, от наших пациентов, что им говорят, ну, что вы хотите, это возраст, да, даже когда мы говорим о лечении диабета, вот, им не назначают современные классы сахароснижающих препаратов, мотивируя тем, что им уже не надо, хотя это совершенно неправильный подход, к сожалению. Соответственно, им есть от чего тревожиться и печалиться, и это тоже может сказываться на их приверженности к лечению. Эти пациенты склонны к падениям, это очень важный фактор, да, соответственно, поскольку падение может в свою очередь привести как к черепно-мозговой, к травме, как к перелому шейки бедра, которого мы очень боимся, да, у пожилых пациентов, как одного из наиболее инвалидизирующих событий в группе пожилого возраста, мы стараемся максимально их не допускать. И, соответственно, гипогликемии, то есть низкий сахар, который может возникнуть на фоне лечения диабета, могут, в свою очередь, приводить к падению, мы их очень боимся, в том числе и по этой причине, и, в общем, все это держим в голове. Ну и вишенка на торте, давайте поговорим про общие рекомендации по образу жизни, начнем с питания. Многие пациенты, приходя на школу диабета, ориентированную именно для пациентов, всегда удивляются в виде вот таких вот картинки, потому что в их голове есть такой шаблонный образ, что сейчас они придут к эндокринологу, эндокринолог скажет им, что им нужно питаться одной капустой, и будет такая картина с большой тарелкой и одиноким кустиком брокколи посередине. На самом же деле питание обязательно должно быть разнообразным, оно должно быть приятным для пациента, оно должно быть регулярным. Если у людей более молодых с сахарным диабетом мы допускаем рекомендации по снижению массы тела, по достаточно серьезным огречениям рациона, то чем старше, тем более ослаблен наш пациент, тем более мягкие рекомендации по питанию мы будем ему давать. Соответственно, если у пациента есть хоть какие-то признаки остыни, то мы ни в коем случае не рекомендуем ему снижать массу тела, потому что снижая массу тела, человек теряет и мышечную ткань в том числе, это состояние называется саркопения, когда маломышечные ткани ухудшается функциональный статус, этого нам для пожилых людей не нужно однозначно, то есть выигрыш со стороны сахара точно не будет превышать того вреда, который нанесет снижение массы тела. Очень важно рассказать нашим пациентам о том, что им не следует пропускать основные приемы пищи, особенно тем людям, которые получают препараты с высоким гипогликемическим индексом, риском, в первую очередь конечно инсулины, но не только. И самая главная наша рекомендация, помимо того, что питание разнообразное и регулярное, единственное мягкое ограничение, которое мы ставим, это уменьшить количество легкоусвояемых углеводов, то есть тех продуктов, которые сильно и быстро повышают сахар. И здесь как и пациенты, так и безусловно мы с вами должны очень хорошо понимать от каких продуктов ожидать повышения сахара. Достаточно очевидно, что сам сахар в чистом виде, если мы его добавляем например в чай или кофе, будет повышать сахар крови. Помимо очевидного сахара бывает так называемый скрытый сахар. Это тот сахар, который есть в готовых продуктах. Мы очень часто используем соусы, какие-то консервы. Для консервирования сахар очень часто идет в качестве консервирующего агента. поэтому даже казалось бы на первый взгляд безобидная томатная паста может быть сахарной бомбой. Очень важно изучать этикетку. Любой вид крупы и все, что из нее производят будет повышать сахар. Здесь важно помнить, что цельнозерновые продукты, у которых сохранена эта оболочка в виде внешней оболочки зерна, эти продукты повышают сахар меньше, чем высоко очищенный. Соответственно, цельнозернового хлеба будет повышать сахар намного меньше, чем, например, багет или какая-нибудь чабата. То есть белая вкусная булка, которую кладешь в рот, и она уже, начиная с ротовой полости, дает сладкий вкус приятный. Соответственно, то же самое с крупами, если мы говорим про какие-то крупы, например, гречку, монастырский геркулес, который надо долго варить, то эти крупы будут повышать сахар медленнее и меньше, чем, например, манка высоко очищенная, раздробленная, особенно, если мы ее еще разварили. И то же самое касается макаронных изделий, которые делаются из-за муки, соответственно, того или много помола. Важно помнить, что корнеплоды по своей химической структуре это крахмал. Крахмал это цепочки сахара, и как только мы их предвергаем термической обработке, они сразу становятся доступными для всасывания. И, соответственно, если свекла, морковка в сыром виде сахар не повышают, то как только мы их отварили, сразу мы можем ожидать повышения сахара крови. и сюда же помним про всеми любимую картошку, и чтобы не было такого самообмана, многие считают, что возьму ботат, ботат такой же корнеплод, и точно так же будет повышать сахар крови, если мы его термически обработали. Соответственно, бобовые орехи, из бобовых больше всего повышает сахар пирог, в меньшей степени чечевица, да, и другие представители. Орехи, тут вопрос количества, в орехах очень много полезных растительных жиров, микроэлементов, поэтому, конечно, они в рационе имеют право на существование, но если съесть кило орехов, не надо удивляться, что сахар повышился. Тоже это пациентам рассказываем обязательно. Фрукты и все, что с ними связано. Во фруктах есть не только сахароза, но и другой сахар, фруктоза, да, который превращается в нашей печени в глюкозу и, соответственно, тут вопрос количества, да, и некоторые фрукты повышают сахар меньше, другие больше, но помним, что, да, фрукты, когда мы их высушиваем, там уходит вода, остается сахар и клетчатка, соответственно, да, если пациент удивляется, почему у него после фиников, который он съел вместо конфет ради пользы, повышен сахар, мы ему рассказываем, что сухофрукты это тоже, да, продукт, повышающий сахар крови, фруктовые соки, да, которые мы не рекомендуем для употребления даже людям без диабета, да, это вообще, по сути дела, фруктозный сироп, то есть мы брали полезную клетчатку, осталась вода и фруктоза, и, собственно говоря, мед, да, это ложка меда равно ложка сахара только плюс витамины, если вы нашли хороший мед, да, всегда это то, что с пациентами проговариваем. Соответственно, тут вопрос тоже здравого подхода, если перед вами пожилой человек, который страшно любит мед, и, да, вот эта вот чайная ложка меда по утрам, это его смысл жизни, это, конечно, мы ее не отнимаем, вот, с другой стороны, обязательно надо проговорить, что если человек заболел, не надо съедать горшочек меда в надежде на то, что он вылечит вирусную инфекцию, да, как мы знаем, на течение вирусной инфекции мед не влияет, а вот сахар, который и так на фоне температуры может повыситься, безусловно, да, вообще уйти в неведомые дали. Некоторые молочные продукты, в первую очередь, конечно, это всякие ложковые йогурты, в которых набухано варенье, вот, но тут опять-таки изучаем упаковку. Из чистых молочных продуктов, которые могут влиять на сахар, это молоко и кефир, да, примерно средний стакан 200 миллилитров, молоко или кефир, это как кусок хлеба, да, то есть, если это один стакан на ночь, да, например, для хорошего пищеварения пациент принимает кефир свой любимый, пожалуйста, пускай и будет, да, если пациент рассказывает, что он банками пьет молоко, трехлитровыми, вот, то это, конечно, не повод для гордости, это может сказать негативно на сахаре крови. Ну, и очень важный момент, сейчас, к сожалению, есть определенная коммерциализация продуктов гипотологического профиля, да, и среди сахарозаменителей есть как полезные, так и вредные, и вот, если мы говорим о продуктах с фруктозой, то, конечно, они будут повышать сахар крови, да, тут не надо этому удивляться, да, у меня была одна пациентка, которая рассказала, ага, так вот, почему у меня от печенек с фруктозой сахара 18, да, сахар очень, ларчик просто открывался, да, фруктоза тоже повышает сахар крови. И есть такой чудесный инструмент, который позволяет собрать, в общем-то, здоровую тарелку правильного питания, да, такой удобный конструктор, половина из того, что мы съедаем, это растительная еда, причем больше степени это, конечно, овощи, желательно термически необработанные, или там на пару, или запеченные, да, в меньшей степени это фрукты, потому что они все-таки углеводистые, да, один-два фрукта в день, мы так условно проговариваем с пациентами, ну, и оставшиеся половины тарелки тоже делятся пополам, да, половины – это источники углеводов, желательно, да, цельнозерновые крупы, цельнозерновой хлеб, там, макаронные изделия твердых сортов пшеницы, грубого помола, и половина – это источники белков, это могут быть растительные или животные жиры, конечно, помним, что у пациентов с вторым типом диабета очень часто есть необходимость следить и за холестерином тоже, поэтому, да, следим за жирностью, но это вообще тема отдельного модуля, можно сказать, мы сейчас не будем туда очень глубоко погружаться, но вот примерно такую картинку вы можете своим пациентам рисовать. Ну и пробежимся быстро по мифам основным, которые витают вокруг питания при диабете. Многие пациенты, к сожалению, с гордостью приходят и рассказывают о том, что они совсем отказались от потребления круп, хлеба, макаронных изделий, это не совсем правильная тактика, особенно для пожилых людей, да, потому что, по сути дела, это такая кетогенная диета, которая может даже навредить, а уж если пациент получает препараты сильные, сахароснижающие, особенно инсулин, то это вообще недопустимая тактика. Также бытует мнение, что такие, казалось бы, полезные продукты, зеленые яблоки, гречка, свекла, черный хлеб, это вот прям топ того, что называют пациенты среди продуктов, которые не повышают сахар, да. Разбираемся с каждым, зеленые яблоки, это фрукт, есть фруктоза, соответственно, одно яблоко размером с кулак, это примерно кусок хлеба. Гречка, это крупа, да, она ценно-зерновая, да, она повышает сахар, не так сильно, не так быстро, как, например, манка, кускус какой-нибудь, но тем не менее, сахар, да, если съесть пол ведра гречки, все равно сахар будет очень высокий. Свекла, в сыром виде сахар повышать не будет, как только сварили или запекли, сразу вот эти длинные цепочки сахара распадаются, и сахар становится доступным для всасывания. Черный хлеб, да, делается не из пшеницы, а из, да, другой крупы рожда используется, тут вопрос степени помола. Если муку измельчили, ту же самую рожь взяли, измельчили, полностью убрали все отруби, он также будет абсолютно повышать сахар крови, как и белый сахар. Да, то есть не страдаем этими предупреждениями. Продукты для диабетиков не содержат углеводов, это тоже, к сожалению, да, на сегодняшний день миф, нужно изучать обязательно упаковку, если там есть фруктоза, сахар повышаться будет. Все сахарозаменители одинаковые или вредные, да, это обратная сторона фактически этого мифа. Тут очень важно понимать, что есть вполне допустимые, хорошие сахарозаменители, это, например, стеви, это, например, ксилит, они абсолютно безопасны для того, чтобы добавлять их в напитки, например, для людей, которые привыкли пить сладкий чай или кофе, очень хорошее решение. Поздно вечером лучше не есть, да, тут в разной формулировке, там, после шести лучше не есть, у кого-то поздно, это там, другие часы. Тут тоже очень важно понимать, что если человек находится, например, на инсульной терапии, он в группе риска снижения сахара крови при пропуске приема пищи, поэтому для пожилого человека лучше все три приема пищи основных соблюдать. Фрукты – это полезный перекус, поэтому их можно есть вообще в любое время. Тут, с одной стороны, фрукты действительно достаточно полезный продукт питания, с другой стороны, можно пить на сахар крови, поэтому, чтобы не вносить сомнения, например, в измерение сахара крови, то лучше фрукт съесть с основным приемом пищи, да, чтобы через два часа померить сахар и посмотреть, какое истинное будет значение. А то вы поели, через час съели яблоко, через два часа померили сахар и вообще непонятно, как это оценивать. Ну, и про свежевыжатый сок, да, уже сказал, это фруктозный сироп, да, конечно, там могут быть фрукты, витамины, минералы полезные, вот, но по своей сути это сироп. И, наконец, про физическую активность скажу совсем коротко, да, мы рекомендуем пожилым пациентам, если их состояние здоровья позволяет кардионагрузки, то бишь, это в основном ходьба, если они способны на что-то более активное, например, танцы или, не знаю, там даже теннис, пускай мы это всегда приветствуем, например, посещаем бассейна, но помимо вот этих кардионагрузок, которые тренируют сердце, обязательно мы рекомендуем упражнения для укрепления мышц нижних конечностей ввиду, да, риска вот падений, ввиду возможной нейропатии, и также упражнения для тренировки баланса. Очень важно говорить с нашими пациентами, если они говорят, вот я не могу там ходить в бассейн, или не могу дойти до этого активного московского долголетия, лучше пускай они будут заниматься хоть какой-то физической активностью, дайте им памятку, чтобы они занимались дома, дайте им рекомендацию, ходите вокруг дома, да, когда не скользко. Такие-то самые простые упражнения можно выполнять в комнате метр на метр, поэтому обязательно призывайте пациентов к физической активности. Правда, надо помнить, что перед занятием мы всегда контролируем, да, сахар крови и уровень артериального давления, чтобы эта активность была безопасной. На этом я благодарю вас за внимание и приглашаю вас на свидание на втором нашем занятии, которое будет посвящено острым осложнениям сахарного диабета.